Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро! Всем доброго настроения, благословенных дел, которые Бог предназначил на этот день нам исполнять. А в связи с этим хочу обозначить и тезис, который мы сегодня с вами рассмотрим. Идите в ногу с Богом или след в след за Ним. Что вкладывается в этот тезис? Какое понимание? Что значит идти с Богом и за Ним? Есть темп, который у нас есть на каждый день, есть задачи для каждого дня, есть направление, которое Бог нам указывает, если мы Его об этом спрашиваем. И поэтому начните уже с этого. Сказать, Господь, покажи мне то направление, которое надо избрать сегодня и которое будет главным для меня. Управь этим днем. И, кстати, сказать это не значит, что не надо свои планы составлять накануне. Но тогда, когда мы призываем Бога уже на составленный план, Он может внести туда коррекцию. Причем Он это делает легко, и мы это замечаем, что это Его рука. И в данном случае не оставайтесь тогда в такой незыблемой упорной позиции, а дайте право Богу откорректировать. И поэтому идите вслед, вслед вместе с Ним или буквально рядом с Ним. Что здесь имеется в виду? Для того, чтобы осуществить Божий план на нашу жизнь, потребуется терпение. И причем терпение будет в данном случае главным качеством. Потому что дорога, которую Бог нам предлагает, как правило, идет в гору. Не с горы, друзья, не на санках мы скатываемся, а мы наоборот преодолеваем что-то и поднимаемся на вершину. И когда мы идем в гору, то не рассчитывайте на быстрый темп. И скорости в данном случае не будут главными. И если ты думаешь, что скорость это основное направление, то суть тогда теряется. Потому что какой смысл бежать на скорости, ну не знать куда. А если ты поднимаешься в гору, то, соответственно, это будет усилие другое. И мы сейчас поднимаемся в гору. В физическом плане в том числе. Потому что каждый раз, когда мы с вами открываем какую-то страницу нашей жизни, Господь хочет там поставить свои отметки и говорит, вот это необходимо тебе сделать сегодня. Если ты сейчас эту возможность упускаешь, то затем придется еще, может быть, не один круг по жизни сделать, чтобы вернуться к этой возможности. Поэтому, друзья, сегодня, когда мы читаем такое слово в книге Соломона, сердце человека обдумывает свой путь, но управляет шествием Господь, то хочу, чтобы мы даже здесь посмотрели на некоторый такой момент. Сердце обдумывает. То есть мы с вами призваны Богом ресурсы свои правильно использовать. И сердце наше может мыслить, я сейчас даже не о логике говорю, а сердце. И вот в том, когда наше сердце участвует в каких-то вопросах, то сердце, человек обдумывает свой путь, а Господь управляет шествием. Посмотрите, во что Он превращает наши пути. Он нас поднимает или помогает подняться на вершину, а затем говорит, вот оно, шествие. Я из простого пути, из простого твоего плана сделаю что-то величественное. Это будет шествие, триумфальное шествие. Это будет радостное шествие победителей. Вот что делает Господь, когда Он приносит свой вкус, свою приправу к нашим ингредиентам. Поэтому слава Богу за то, что читая те слова, которые здесь опять же говорит Соломон, придай Господу дела твои и предприятия твои совершаться. Опять тот же самый принцип. Мы отдаем дела, а они превращаются в предприятия. Они становятся гораздо с большим результатом, чем мы даже ожидали или рассчитывали. Поэтому, друзья, слава Богу за то, что у нас такой Господь, который знает, как наши дела превратить в предприятие, как наш путь превратить в шествие. А значит, не стоит без него начинать, а лучше идти с ним по жизни и в этом дне, и знать, что терпение нам обязательно потребуется. Потому что вершины этого дня, они тоже есть. Господь, я благодарю Тебя, что у нас есть сегодня возможность понять, что вершины – это не только для горнолыжников или для тех, кто покоряет горы, а вершины для каждого человека, кто хочет достичь успеха, достичь результата. И я благодарю Тебя, что с Тобой мы можем это осуществлять. В Твоем присутствии может изменяться в нашей жизни все. И мы даем право Тебе это сделать. Благослови нас, Господи, Твоим благословением. Распространи наши пределы, и пусть рука Твоя будет над нами, сохраняя нас от зла, чтобы мы не горевали. Слава Тебе за это, Господь, что Ты знаешь, как это осуществить. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Слава Тебе. Слава Тебе.